Любого философа устройство мира интересует гораздо больше, чем выживание, то есть быт, или там какие-нибудь общественные дела или политические дела. Вот это первая причина, относящаяся к любому философу, чем он отличается от нефилософов. Ещё раз повторюсь, устройство мира интересует больше, чем быт и политические, общественные дела. Ну, например, Фалес отвечал на вопрос, почему он не женится. Первую половину жизни он отвечал ещё рано, вторую половину жизни уже поздно. Почему он не заводит детей, спрашивали Фалеса. Фалес отвечал, из любви к детям. Я не хочу производить на эту непонятную землю ещё других человеков. Все философы в первую очередь интересовались устройством мира. И только-только на каком-то там предпоследнем и последнем месте был, собственно, быт. Как жить, ой, там, как заработать денег, евро уже 100 рублей и прочее, и прочее. Это всё не относится к философии. И именно этим философы, прежде всего, первая причина, я поставил это как первую причину, отличаются от нефилософов. Также есть такая вот интересная легенда. Я зачитаю, ну, она, по-моему, возникла впервые у Платона в диалоге Театет. То есть, впервые её можно встретить в истории. Я имею в виду задокументированной. Вот как описывает эту легенду Платон. На примере Фалеса, наблюдавшего за звёздами, понятно, это Феодор. Заглядевшись однажды на небо, он упал в колодец. Афрокианка, одна благопристойная и прелестная служанка, как рассказывают, посмеялась над ним. Жаждет не знать, что на небе происходит, и не замечает того, что у него перед носом и под ногами. Эта насмешка относится ко всем, кто проводит время в философствовании. Такой человек действительно не осведомлён ни о ближнем своём, ни о соседии, и не только не знает, что он делает, но и человек ли он вообще или какое-нибудь животное. А между тем, предметом его поисков и неутомимого исследования, в отличие от других, является вопрос о том, что такое человек и что присуще его природе. Это отрывок из диалога Платона Театет. Примерно 4 век до н.э. Не примерно, а точно этот диалог написан в 4 веке до н.э. Ну, тут я говорю, это история о том, что Фалес следил, как там звёзды двигаются по небу, и упал в колодец. Служанка, проходящая мимо, то есть служанка явно не философ, говорит, а вот ты бы лучше посмотрел под ноги, чем смотреть на звёзды. Вам всю жизнь будут это говорить, ой, а зачем ты этим занимаешься, а для чего? Философ занимается поиском ответа на вопрос, как устроен мир, как вообще всё устроено, а не для чего. Он не занимается этим, чтобы заработать деньги или чтобы угодить своим родителям, там, пойди, займись бизнесом или экономикой, и тогда всем будет хорошо. Это самая трусливая позиция в жизни. То есть если, ну, понятно, эта служанка, которая проходила мимо Фалеса, она как раз отождествляет, то есть представляет такой образ у такого человека, который знает точно, зачем он живёт. Ну, ему так кажется. Он знает точно, что вот ему надо выучиться, чтобы заработать деньги. Ну, это маскирует под вопросом, под понятием «стать успешным». Что значит «стать успешным»? Раз богатей, тогда ты сможешь откупиться от всех, стать независимым, и якобы тогда ты сможешь заниматься чем-то хочешь. А чем ты хочешь заниматься? Хочу заработать денег, чтобы… и так далее. Ну, только у попа была собака. Ну, вот это как бы история про Фалеса, который упал в колодец, глядя на звёзды. Это такой яркий пример вот этого, чем занимается философ. Он смотрит на звёзды, его мало интересует колодец, в который он может упасть. И часто падает. Как вы знаете, философы не самые богатые, и с этой точки зрения не самые богатые и успешные люди. Кроме того, есть история, как Фалес всё-таки разбогател. Причём разбогател очень существенно, чтобы якобы доказать всем тем людям, которые его вот так вот критиковали, что философ легко может разбогатеть, если захочет. Об этом я рассказываю в другом видео подробно. Поэтому можете посмотреть эту историю, как разбогател Фалес. Посмотрите ссылку на видео под этим видео.